Да. Окей, мы продолжаем вот эту вот статью Майя Ебельсов-Ошер, с ней будет в конце концов, да, мы надеемся, что мы ее сейчас на этом задании закончим, может быть, начнем смотреть, что-то поражатки ИТЦ. Значит, вот Таня обратила внимание, мы начинаем вот отсюда, давка, да? А, кстати, видно то, что я сейчас схожу, мы мышкой или нет? Да, видно, нормально. Ну, тогда я ничего делать не буду, окей. Так вот, слово давка в современном мире, это очень-очень распространенное слово. Например, самое распространенное, когда человек говорит, особенно дети говорят, а таус-э-ле-дзе-давка. То есть по-русски просто ты делаешь нарочно, давка – это нарочно. Или там человек там, ты просил его, это не делает, да, просил не отодвигать стулка, отсадишься. Она отодвигает, ты ему говоришь, таус-э-ле-дзе-давка, ты мне это специально вообще делаешь, чем тогда ты взрослые дети. Ну, хорошо, читаем, хорошо, Яша у меня первая по списку, давай читай. Будем тогда читать по каким-то параграфам, кускам. Окей, мы тебя слушаем. Да, это хорошее слово, мы его разберем. Прочитай до книги запятой, а потом мы разберем. Не-не-не, ну подожди, это неправильно, ковэ – это нормальный глагол. Ковэ – это адханут. Нет, таханут, просто таханут, как стоянка в курсах. Таханут, дархэн. Даркан. Даркан. Эн – это таханут, правильно? Да. Иеш-лаву. Замечательно. Ну, вот такая хорошо построенная фраза. Давай ее быстренько разберем. Ну, вот эта вот давка. Как раз. Вот как раз. Масуль михшолим. Что такое михшоль? Не-не-не, что такое маслуй? Маслюль я что-то знал про это раньше Я тебе сейчас скажу Маслуль это Траектория Но только вот вы мне подскажите Как это по-русски сказать правильно Маслуль это траектория Но не визуальная А траектория по которой ходят То есть это вот направление пути Скажем так Трасса какая-нибудь Трасса правильно Очень хорошо Так вот это вот Маслуль Опять же В современном иврите Леслуль это прокладывать То есть у тебя есть дорога Которая из Не пыли а как это называется Не асфальтированная А Леслуль это на современном иврите Это сделать ее Заасфальтировать Последнее на это слово интересно Помните я говорил что в начале Преобразованием застов Израиля Это было необходимо Были такие центральные монополии Созданные государственные Которые взяли самые главные Жизненно важные области Мы говорили про осам Это все что связано с хлебопродуктами А кроме того был Солель боне Вот Солель боне Я же это на слуху Как пинуй-бинуй Правильно Это тоже очень Это очень любят на иврите Израильтяне Солель боне Что такое Солель Прокладывать в строй Была организация которая Ну не организация Монополия Которая занималась Всем что связано С строительством новых дорог И вот этот Солель боне Он до сих пор существует Теперь дальше Очень хорошее слово Михшолим То есть оно не хорошее Но оно по смыслу Но оно хорошее Потому что употребляется Где-то спотыкаться На чем-то спотыкаться Да Мозглой михшолим Это без препятствий Вообще Либо Полоса препятствий Да Полоса Поэтому он поставил в кавычки Потому что это на слуху Как спортивная Это сам Хотя здесь мы говорим про то Мы же помним Что там цепочка Из трех событий Мы сейчас рассматриваем Третье А ему предшествовали Первые два Поэтому речь идет о том Что если ты первые два Вот пошел падать Так уже дойдешь до последнего Хорошее слово Кэшель Это тоже очень часто Поскольку у нас В Израиле очень принято Ругаться и всех И вся Особенно Эти самые Те, которые сейчас правят Особенно Когда правят правые Вот Так вот Кэшель Кэшель Это прокол Ну не знаю Переведите правильно Не успех Не удача Кэшель говорят И кроме того На первых хорошее Кэшель Просто я себе Когда читаю Я так запоминаю Кэшель По-русски Кэшель А тут Да Это фашла А вот есть тоже Хорошее слово Такое более серьезное Например Кэшель Кэшель Маарахти То есть бывает Кэшель Который сделал Отдельный взятый человек Например Поставил туда стул Человек сел И промахнулся Да А бывает Кэшель Маарахти Это что означает Это означает Что Маарах Это любая Фирма Что-то Это называется Система То есть Системная ошибка Когда делают Одно и то же Например Неправильно Что-то установили В компьютерах И вот у всех Появляется Одна и та же Самая ошибка Это называется Кэшель Маарахти Имеется ввиду Что это не отдельно Взятый человек А это вообще Системная ошибка Окей Ну хорошо Это мы разобрали Давка Маслун Микшолим З Это Да Я же дальше Это с нами Да Аковэ Аковэ Устанавливает Да Ковэ Тоже очень важное слово Ковэ Заврание Мирож Да Мирож Правильно Таханут Остановки Да Даркан Вот это вот Постарайтесь догадаться Потому что здесь не сложно Даркон У меня Даркон паспорт Получает Даркан Да Нет Но я вам подсказываю Да Но я вам подсказываю Вот это вот Нонсофитное Правильно Это от Таханут Ну хорошо Ее Значит Ее Даркон Не Не Смотри Вот этот Маслун Микшолим Да Который устанавливает Изначально Через них Устанавливает Остановки Через Вот это вот Даркан Ешлаобор Через Который Надо пройти Правильно А Но это не ложится Невозможно Сто процентов Перевести Просто по-русски Слово Слово Ну понятно Это же как бы это By the way По-английски Типа этим образом By the way Правильно By the way Да Вот Таким образом Таким путем Да Да Окей Я считаю дальше Мавир Мавир Читает Да Мавир Слово Баир Ярт Проясняю Мавир Эйтеф Мадуа Бен Сорер У Море Ло Ая Вело Атид Лиет Давай Хорошо Так вот Этот Маслур Бег с препятствиями Дорога С препятствиями Она изначально Устанавливает Те остановки Через которые Надо пройти И вот И вот Именно из-за того Что мы видим Что это не Единоразовое явление А что Есть некоторая Нарисованная модель Так вот Это Вот Такой подход Что нам делает Мавир Мавир Это проясняет Правильно Просто Эфиль от слова Лавир Это проясняет Баир Когда говорят Прогноз погоды Говорят Баир Это означает Сегодня Ярт 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 Без зубов Окей Что такое слово Этеф Хорошо Ну Этеф Это превосходный Оттов Очень хорошо Очень ясно Очень хорошо Понятно Ну Типа Бест Да А дальше Что проясняет Мадуа Бен Сореро Муре Луа Ягу Луа Китлион Почему Сын Сорер Ну Называй его Просто Бен Сореро Муре Мы между собой Уже выяснили Что это упрямый Буйный Мы называем Это как называется Здесь нам так проще Бен Сореро Муре Буйный Не прямый Да Но я не был И не будет Ну да То есть Вот это да Вот именно из-за того Что это такой сложный процесс Который изначально Выставлен Испания Что известно Это задумка И эта задумка Для чего А почему стоит в кавычках Потому что опять Это цитируется И то что написано В Талмуде Который Цитировался То есть Его не было Ну а я В Луатит льет И в будущем Не будет Ну и нет И не было И не будет Вот так как бы По руске переводится Правильно Дальше Чекен Чекен Игбия Лефия Ягия Мазлила Не Мизлила Мизлила Вела это существительное Мизлила Ве Гнива Ве Ада Сод Шот 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 Ве Реца Шот вареца Да Но он тоже так красиво пишет Игрит любит Как мне кажется Такие вот Ну не то что даже рифмы Но когда это на слуху Они похожие слова И это как бы считается Что это красиво звучит Но так наверное и есть Штепен Действительно И действительно Да Что действительно Вот это слово Квия У нас уже было То есть действие существительное А у нас было Квэ Правильно Вот у нас было слово Квэ А теперь Квия Установка Установка Вот такая установка Да Правильно Лэфиа В соответствии с которой Правильно Лэфиа Да Появляется Что такое егея Это глагол Просто глагол Ну добирается Появляется Правильно Он дойдет Ну дойдет Дошел до ручки Вот тут Откуда он идет Куда дошел Куда он дойдет Откуда Мне впечатляет Существительное Откуда Идет До чего дойдет Не злила Вы гнила Что такое злила Обжорство Молодец Вот от обжорства И гнила Что такое гнила Воровство От обжорства И воровства Дойдет До чего Теперь последнее Убийство Да Шот ворается Грабежа Грабежа Пока его не поймали Вот известная История Называлась Шот Это и сегодня Своим Торсовым Шот Варэцах Да Варэцах Это убийство Правильно Это убийство Ну правильно Это Дальше Рэхукам Льет Водоит Водоит От слова Водоит Это Ну как бы Совершенно точно Установлено То есть вот мы Про что сейчас говорим К чему относится Вот это вот слово Рэхука Вот отгадайте Рэхука Ну вот это вот Эта вот вся история Ну что вся эта история Не-не-не-не-не-не Подожди Просто из фразы этой Скажи мне Рэхука Относится И ты дальше должна Сказать к какому слову Ну вот это вот Квия Правильно Вот это Квия Она Рэхука Вот это установка Установка А установка Ну опять Рэшея какая Что от жратвы До убийства Она Рэхука Она Рэхука Мельет водоит Она что-то не очевидна Вот так по-русски От действительности И от Она не очевидна Потому что В современном виде Тоже водоит Это очевидно Человек спрашивает Водоит Он говорит Да Водоит Все И отсюда Слово Бывадай Бывадай Ты приходишь Человеку покупать И говорит Послушай У меня эта хрень Не сломается Честь пять минут Говорит Бывадай Ну конечно Не сломается Понимаешь Он сломается Ну хорошо Дальше Валькен 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 Эйну Мацдика Правильно Гезер Не, не Гзардин Гзардин Да Малет Мирош Мирош Надо подумать Об этом Непонятно Морковку что-либо убивали Ну не знаю В общем Гзардин Это решение суда Есть одно слово Что-то такое получается Есть одно слово Решение суда Приговор Ну приговор Приговор Да Вот правильно Приговор Почему это с морковкой связано Я не знаю Это непонятно Загадки Ну хорошо Переводим Валькен Эйна Мацдика И поэтому Эйна Она нет Кто она Мацдик Справед Нет Ну это вот Решение Подожди Подожди Опять то же самое Я вас спрашиваю Эйна Относится как Кого-то слову Один раз Разгадал Разгадай второй раз Что нужно Ну вот это Следующее слово Оправдание То же самое Крия Ну хорошо Ладно Она нет Вот это вот Крия То есть вот эта вот Установка Да Она Валькен Эйна Она не Что Что такое Ладский Несправедливое Не оправдывает Не оправдывает Смертный приговор Оправдывать русское Вот это все По-моему Это все было Из перевода Библии На самом деле Потому что По-русски Оправдывать И праведнее Точно так же Точно так же Правильно Вот эта вот Установка Она не Оправдывает Что Кзардзин Мавет Мирош Кзардзин Мавет Решение суда Заранее Да Ну какое Ты сказал Я пропустил Ты не сказал Мавет Мавет Смертный приговор Мирош Что такое Мирош Заранее Заранее Да Совершенно не очевидно Что он Как бы пройдет Все эти таханоз Совершенно не очевидно Что начав Сегодня он Докляет джаз А завтра Родину продаст Правильно Ну да Ну понимаешь Как бы Ну не очевидно Зачем А что он от Злила и гнева Дойдет Не очевидно Совершенно Понимаешь И почему Надо тогда Малый тоже Лет и пьет Ну ты че Всех надо Это самое Поэтому Поэтому И сказали Луа Яб Луа Титли Йор То есть Мудрецы Сами сказали Что его Такого не было И не будет Тогда вопрос Который ставит Ханан Парад А зачем Заниматься Ценомодельными Странными вещами Тем более Такими ужасными Ну Из такого Никогда не было И не будет Зачем это вообще Разбирать Сейчас дальше Будем понимать Дальше Ахгам Ахгам Эцем Айкарон Замечательно Опять Это же слово Да Куве Куве Здесь как Когда хет В конце Лакох Да То есть Не лакуха А ла лакох То есть Так же и здесь Не кова А кувеа То есть Переходит сюда А кувеа Да Чеш Лифхон Эт Масей Адам Айон О Замечательно Лифхон Замечательно Вот Отлично Давайте попытаемся Это понять Очень хорошая фраза Ах Во-первых Что такое слово Ах Но Правильно Ах Это как Эле То есть Эле Когда у вас Алла Перед Ламедом И после Ламеда Да Это Эле Который Отрицает Ах Точно Так же Ах Это Но Который Отрицает Все Что Было До Этого Да То есть Он Сказал Мы До Этого Сказали Что Вообще Какая-то Получается Ерунда Что Она Неочевидна И Непонятна Что Построенная Модель Она Вообще Имеет Какое-то Отношение К Действительности Это Ах Ах Оно Пришло Для того Можно сказать Нет Погоди Это Все Так Не Так А Что Объясняется Ах Гам Эцим Ай Корон Аков Но Но Главное Вот Эцим Этим Это По существу Эцим Это По существу По существу Говоря Может быть Что это Эцим Этим Это Жирикость Правильно Да Вот Эцим Эцим Это Очень важное Служебное Слово Когда Человек Что-то Говорит У него Спрашивают Ну Хорошо А в чем У тебя Смысл Он говорит Эцим Эрайон Отдельно Можно по-русски Не переводить Это сочетание Эцим Эрайон А именно Квинтэссенция В чем Сама Идея Так вот Ах Гам Эцим Ай Корон Но Сама Идея Сама Установка Или принцип Опять Аков Э И корон Это принцип Правильно Устанавливает Да Да Правильно И корон Очень важное слово И корон Это принцип Человека Говорят Послушай Мы тебе хотим Понить зарплату Он говорит Я не соглашаюсь Говорит Почему Он говорит Эцли Зай корон Или Зай корон Если у меня Это принципиальный вопрос Все И корон Это принципиальный вопрос Окей Вот он говорит Но Сам Вот этот Сам Сам Вот этот Принцип Который Что Ковэ Устанавливающий Да Что он устанавливает Что устанавливает Что устанавливает Что устанавливает Этот принцип Левхон Что следует Проверить Что проверить Масэ Ада Масэ Ада Майом Деяния Сегодняшнего Да Что следует Проверить Продолжаем На одном дыхании Что следует Проверить деяний, дела человека сегодня Альпи. Что такое Альпи? Согласна и концу. Да, согласна, либо искать. Софам Махар. О, что такое Софам? И к концу завтра. Правильно. Вот это вот мэм, вот здесь, мэм Сафи, к чему это относится? К концу. А к делам, к делам, к делам. Я не скажу ни к какому слову. Масей, я тебе сказала. Дела. Масей. Масей, правильно. Просто здесь в смехуке, поэтому здесь нет мэм Сафито. Так вот, идея какая, что дела человека сегодняшние следует проверять по его концу. Это как бы некоторое оправдание. Ты жрешь и пьешь, но мы-то знаем, чем это кончится. Вот это вот. Вот это такой вот икарон. Он говорит, то есть Ханан Парад говорит, что вообще сама модель, она, конечно, совершенно недействительна и нежизненна. Но сам принцип, он интересен. И стоит его рассмотреть. Так вот этот икарон, как дальше, мы его рассмотрели. Теперь запятая, читай дальше. Вот после запятой. Да. Мехаев. Мехаев. Замечательное слово. Хина. 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 И садит. Да. А мука. Замечательно. Так вот, сам вот этот вот икарон, да, что он? Что такое Мехаев? Требует. Требует. Опять. Требует тоже очень хорошо. Что такое пхина? Пхина, что нормальное слово, и в школе делают. Проверка, экзамен. Проверка, экзамен, да. А что такое есудит? Основательный. Ну, основательный, да. Основательную проверку. Глубокий. Глубокий. То есть мы, идея какая? Мы поняли, что весь вот вся эта идея этих самых Мехшолим, бег с Мехшолим с тремя остановками, это все совершенно нереально. Сказано, такого не было и не будет. Но он говорит, что сам район, его стоит проверить. Теперь мы его проверяем. Теперь начинаются очень интересные вещи. Хорошо. Ань, читай дальше. Раф. Раф или ягу. Мизрахи. Ну, мизрахи, скажем так. Фамилия, мы узнали вот так, хорошо. Восточный типа, чтобы типа... Нет, это фамилия. Я поняла, что такая фамилия. Фамилия такая. Так, Параш... Скажу, Параш... Сейчас, на одну секунду я только ответ... А, нет, ну все, уже... Ну, не ладно, жена звонила, она перестала. Окей. Так вот, Раф или ягу Мизрахи, да. Комментатор, ага, Параши, как это... Да, Паршано, я думаю, Паршано. Паршано, ага, дольше Раши, большой комментатор Раши. То есть, да, 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 он объясняет Раши. Бухен Сугия Зу. Объясняет, как это, Бухен... Он проверяет эту историю, либо это... Да. Историю. Эгев... Агаф, Агаф. Агаф, и как бы... Агаф, это Байзилэй. Агаф, это Байзилэй. Ну, я говорю, пап, мне слова ждал, что типа, как бы... В связи, попутно или как-то вот одновременно... По ходу дела, по ходу дела, как угодно. Заодно. Заодно, правильно, заодно тоже очень хорошо. Заодно, да, правильно, когда мы одновременно несколько дел. Да, да, да. Эгев Аш... Как прочитать? Акаф, Ашва Ат. Ашва Ат, да. Да. Ашва Ат Диврей Раши. Бэ Парашаты. Ну, попутно, как это, останавливаясь на словах Раши... Не, 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 подожди. Не, 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 ты прямо как этот самый искусственный интеллект переводишь. Все очень гладко и хорошо. Но не соответствует действительности. Ашва Ат очень важное слово. Ашва Ат это сравнивать. Ашва Ат это всегда сравнивать. Это всегда сравнивать. Так вот он, что он делает? Он проверяет... Попутно сравнивая слова Раши к нашей главе. В нашей главе. С чем он сравнивает? Так, Леумет. Леумет это напротив. То есть или по-моему, что Сы в данном случае. Сы? Со словами Бэ Парашат. Словами его же, Рашиными. Грубо говоря, Рашиными же словами. Словами в этой главе... Ну, вот Параша это... Нет такой Параши, Ишмаэль. В истории с Ишмаэлем. Это не суть. Это не суть. Ашаруй, Альсов, Мейта... Ашаруй, Альсав? Альсав, Мейта, Мейта, Бэмидбар. Так. Да, замечательно. Которые тоже находились... Нет, он, он, он. Ишмаэль, Шаруй это находится? Находится. Альсов, наконец... Альсав, Мейта. Находит... На краю смерти. Находится на... А, вот так. На краю смерти в пустыне. В пустыне. Ну, вы помните историю с Агарием, когда Авраам, послушавшись, что это было Сесаро, изгнал их. Они прошли, кончилась вода, и она его, Агари вообще бросила, не хотела, не помирает. И он помирает от жажды. Правильно? Значит, вот эта вот вся длинная фраза, она нам понятна. Вот это Раф или Аумизрахи, он, который является... Сопоставляет их эти две главы. Правильно. Он... Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, но это Парашабе решит, это как 21-17. Неймар говорится. Ваишмаэлукимет коль анаар Ваикра малах элуким эль агар и нашамаем. Ва йомир лама лах агар аль тирэ ки шамайлуким эль коль анаар бээшэн бээшэн хушам. Да, вот бээшар хушам, сейчас это вот очень важно. И услышал всевышний голос юноши, вот этого мальчика, шмарин. Отрак они говорят по-русски. Совсем. И, значит, позвал, нас позвал, ангел, обратился ангел всевышнего к агаре с небес и сказал, чего ты, не бойся, агарь, вот, ибо всевышний услышал твой голос, голос юноши оттуда, где он находился. Да, 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 вот сейчас вот это будет обыгрываться, но здесь объясняется это странное словосочетание, которое по-русски переводится, ну, непонятно, коряво, что значит бээшэн хушам. Услышал его оттуда, оттуда, где он. На современном иврите, исходя из того, как вот сейчас будет это объясняться, это есть такое выражение, бээшэн хушам, это, грубо говоря, определение состояния человека на данный момент. То есть это скриншот состояния человека на сегодняшний момент, включая состояние, прежде всего, состояние душевное, психологическое, какое угодно. Это просто скриншот. Это называется бээшэр у шам. Ну, дословно, перевод от того, где он там. То есть, ну, это очень коряво по-русски, но смысл такой. Это вот, как я сказал, скриншот состояния человека на сегодняшний момент. Окей? Хорошо? Ну, прочитаю еще чуть-чуть. об этом выражении, там, откуда он есть, пишет в свете гмарару шам. Правильно. мудический трактор. Шам. Соответственно, шестнадцатая страница Т, то есть, вторая сторона. Окей. Согласно, согласно деяниям, которые он сделался сейчас, он, получается, недон, это у нас что? Судец. Ну, в смысле, его судят. Или это судеца, в смысле, его судят. Ключевое слово... Это, господи, как он называет? Спасибо, короче. Да, ключевое слово здесь Ахшав заменит. Сейчас. Сейчас? Сейчас. Что он сейчас? это дела, которые он делает сейчас, потому что вся история Бен Сурена Мурэ, это то, что его судят Ахшав, а то, что будет Басов. Понимаете? А здесь слово Ахшав. И вот это противоречие. Сейчас он будет разбираться. Дальше. Вело, вело фи маше гу ати твасот. Они согласны, они согласны тому, что он сделает в будущем. О, непонятно. Почему Бен Суреру Мурэ так, а здесь так? Окей. Ла фи шэ гаю Малхэй. Малхэй. Ну, не сэдэ. Малхэй шарит. Мактаргим, вот как сказать. Мактаргим, обвинять. Мактаргима, обвиняять. Ве омрим. Ла фи шэ гаю Малхэй. Ла фи согласна. Ну, даже он из омона согласна ноле, поскольку, да, как хочешь. Поскольку шэ гаю, что будет. Нет, подожди, подожди, это такое выражение, в принципе, на элите так не говорят, шэ аю. Это так строится прошедшее время, потому что вот эти Малхэй ашары, ну, как бы, ангелы служения. Ангелы служения обвиняют, ну, этого Ишмаэля, видимо, обвиняют. Я только хочу вам сказать, секундочку, вот грамматическое, это делается в современном рите, но не так часто. Смотрите, каким образом строится прошедшее время, когда добавляется вот это вот от слова льё в прошедшем времени. Вот видите, было аю, а глагол ставится в настоящем времени, потому что мы катрегим, вы умрим, это сегодня, это сейчас. Они говорили, обвиняли. А если есть аю, то тогда это переносится в прошлое время. А по-русски это типа они было говорили. Но только здесь это не было говорили, а просто говорили. Окей? Было. Хорошо, то есть понятно, что это было. Когда вот надо было спасти Ишмаэля, ангелы, значит, обвиняли и сказали Всевышнему. Ребуна Шералам ми шеатит заро ле гамит бейнеха бетсамаа. Бетсамаа, да. Всевышний Господь, значит, господь миров, того, чье потомство в будущем уморит сыновей твоих жаждой, а так малое ло бэээр, от этому этому ты как бы колодец сделаешь. Ну, малое это вообще как бы возможно предоставляет. Ну, в общем, выкопаешь ему колодец для того человека, чье потомство в будущем уморит твоих детей. Я не знаю, честно говоря, там история, я читала, когда в этом генаре евреев павелонский плен, сыновья и шмайли каким-то образом по дороге попали, где-то они там, те попросили у них пить, а они им там Да, я тоже про это подумал. Да, они им не дали. я тоже думаю, гадости еще хуже что-то какой-то гадости. Да, 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 окей. Вот это вот. Дальше. Мэшив, ну, Всевышний, видимо, отвечает. Ну, да. Ахшав, маху, садик, раша. А сейчас он спрашивает, вопрос на вопрос. Праведник или грешник? Амру, садик, амарлагем, лэфи, маасав, шэль, ахшав, они, как это сказать, дино, согласно деяниям его, которые сегодня, я служу его, и, как бы, узнаю его, ляпознаю. Не, 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 вэзэл, и это то, что означает. Бэшэр гу шам. Да, и это объяснение выражения бэшэр гу шам. И это и есть там, где он сейчас. Да, понятно? По-моему, понятно, да? То есть, в отличие от, что ты говоришь? Я это уже прочитала. Ну да, вообще очень интересно, почему Бен Суре Румуре его судят за то, что будет в конце, а про это говорят бэшэр гу шам. Почему? Ну хорошо, Яша, объясни нам это. Дальше. Макше, раф или яу. Что ты говоришь? Мизрахи. Да, Макше, раф или яу, мизрахи. Яш? Макше это означает устанавливает трудность. Ну то есть, он усложняет ситуацию, он задает на это вопрос. Трудность? Ну да, Макше это... Ставит вопрос, не ставит трудный вопрос. Усложняет. Усложняет. Да, русский не скажет усложняет, да, усложняет. Ну, дословно усложняет, да. Вы аэй, аэй? Нет, аэйн, аэйн. Аэйн. Да. Стира, бэйн, горалейно. Горало. Горало. Шель бэн, сорэр, у, му, му, ма, но это у нас серьезно, бэн, сорэр, амурэ. Просто запомни, бэн, сорэр, амурэ. А, нидун? А, нидун? А, нидун, альшем, софо. Замечательно. Ну, переводим. Ну, да. Усложняет, а как он усложняет? Аэйн. Смотрите, я спрашиваю вас, какая по-вашему разница, когда написано просто эйн, и когда написано аэйн? Вопрос, это как русская линия. Правильно. А, не, а, не, нет, нет ли, нет ли. Да, если просто эйн, тогда эйн, эйн стирает. Противоречия, что? А нет ли тут противоречия? А нет ли тут противоречия? Да. Между чем? Судьбой. Да. Этого мальчика. Ну да, Бен Сурерумура, так и будем. Мы уже поняли, кто это. Сукин сын. Ну, он обжор, вообще, от мальчика сына. На этом и погорел. Анидон. Анидон – это причастие, правильно? Осужденного за его... Которого судят или осужденного. По его концу, за его конец. Ну да. Анидон, альшем софо. Осужденного за конец своих дел, в смысле. Это софо, за его конец, да. Дальше, читай. Ишмаэль и бейн. Бейн, Ишмаэль, анидон. Опять анидон, да. Анидон, альпи, да. Беото, беотоша. Ну да. То есть, есть противоречие. Бен Сурерумура, нидон, альшем софо. А Ишмаэль, нидон, альпи, маасав, беотоша. Что означает этот самый Ишмаэль, опять, анидон, опять его судят, да. В соответствии с чем? Имаасав, его деяниями. Да. Беотоша. В этот час. Ну да. Того за то, что будет в конце, а этого за это. И дальше. Ум. Шувато. Ум Шувато. То есть, этот Раф, Илья, он из Рахи, он, это зачастую, он сам стоит. Отвечает. Да, там ставит вопрос и сам же отвечает. Окей. Шоне. Шоне. Ишмаэль, ше адайен ло, идхил беота авера, шел аматата. Шел аматат. Шел аматат. И... Исраэль. И... Сэма. Сэма. Сама. Да. Можешь перевести. Шоне Ишмаэль. Сравнивает Ишмаэль. Ну, я думаю, Ишмаэль отличается. То ли повторяет, то ли... Он отличается. Не-не, отличается Ишмаэль. Наоборот. Или наоборот в противном. Да-да-да-да-да. Противный в противном. Который все еще... Который все еще не начал. Да, который еще не начал. Преступление. Это же преступление. Вот это преступление. Какое преступление? Шел аматат. Исраэль. Аматат Исраэль бе-ма. Бе-сама. Сама. Ну, дословно, умершвление израильтя, жажды. Израиля жажды. Да. Вот, кстати, вопрос, чтобы понять, насколько вы понимаете. Вот это вот Авера, правильно? Вот слово Авера... Ну, хорошо. Ну, да, ну, хорошо. Это Авера к какому слову имеет отношение? Отличается Авера. Ну, Авера, это имеется в виду вот это Аматат Исраэль бе-сама. Ну. Окей? Дальше. Ло. Ну, это такое выражение. Это выражение, я думаю, это ламудическое. Но, с временами так говорят ло минея ви ло миксатея. То есть, дословно, и не начал и ни с этого, и ни с этого. То есть, не начал нисколько. То есть, вообще не начал. Потому что кцат, это немного, правильно? А минея, дословно, это, в общем, какой-то подвид. ну, как бы это такое условное словосочетание. Ло минея ви ло миксатея означает, что он вообще ничего не начал. То есть, вообще, вообще, это вообще не имеет к нему сейчас никакого отношения. Окей? Оваль. Оваль. Оваль бенсорэ уморэ квар. Ахаль. Эхель. 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 А я не хахаль разу. Нет, Эхель. Начал, начал начинать. Эхель. Ши-то. Ши-я-то. Ши-я-то. Ши-ба-атид. Да, можешь перевести Оваль бенсорэ уморэ. Однако мальчик. Ну, не мальчик. Бенсорэ уморэ, слушай. Ну, мальчик. Ну, какой мальчик? Не мальчик. Упертый мальчик. хорошо. Беседа. Квар Эхель. Уже начал. Начал, правильно. Эхель, это леатхи. Его ши-я-то. Гришки. Да, свой грех. Преступление свое получается. Преступление, да. Квары будут в будущем. Да. Так вот, в отличие от Ишмаэля, который пока что отрок сидит и плачет, а от жажды умирает. И ничего как бы еще не загонул. А тот уже начал проходить этот ханат, который мы уже обсуждали. Как они заметили, в какое время? В смысле? Откуда они знают, что это сопоставляется по времени? Тот сидит, плачет, а этот уже начал. Как-то известно. А этот кушает, а этот жрет много. Потому что я думаю, есть логическая связь, которую выводят. Во-первых, он этот самый Бен Сурер-Румуре, он находится в моральном падении, но оно уже запрограммировано Мирош. То есть изначально, правильно? Мы видим траекторию. А здесь как бы пока ничего не видно, он просто в пустыне сидит, и все. Не видно это начало, а где будет дальнейшее продолжение, ничего не видно. Если чисто по времени. Правда, как он в пустыне-то оказался? Сначала Ишмаэль сидит. Их же прогнали. Это время Авраама, а тут вообще уже совершенно войны израильского племени. Слушай, ты мог сказать, но мы не будем туда идти, ему надо сказать, что он издевался на... Почему вообще его царя выгнал? Потому что он издевался над Ицхаком, но он сейчас опускает это. Он говорит, что... Спрашивают Ивангелем, он садик или ироша, а те он отвечает, он садик. То есть как будто историк сара убирается. То есть за ним никаких грехов нет, просто сидит и умирает от жертвы. Ну так все, поэтому его спасают, а тот уже жрет, пьет, и пятый десятый. Мы не согласны с этим. Хорошо, мы запишем на полях, что не согласны. Читай дальше, я тебе логику постараюсь объяснить. Что значит? Окей. Микки Иван, что из-за того... Микки Иван ше махла... Не, ну вот это вот мэхалэ мамон, это у нас было раньше. Мэхалэ, это как слово, яхулша, маэм вадосы, были закончены. Да? Мехалэ, в смысле он заканчивает, приканчивает, либо разбазаривает, как угодно. Он кончает финансы отца. Мамон. Мамон, это... Сейчас бы так не сказали, конечно, Мамон, это финансы. Там биржи, пятая десятка. Тогда биржи не было. Он же просто деньги отца расфуфыкирует. Во сколько поесть любит. А вив? Бэймо. Бэймо. Бэйм. Ганва. Бэйгнева. Бэйгнева. Ну, в общем, он кончает, не очень понятно, что я циверную им с гневой, но он как бы заканчивает эти самые деньги отца и матери. А, Бэйгнева, в смысле ворую он. Слиха. Все правильно. Ворую он. Приворовая. Ну, Приворовая, да. Очень хорошо. Ну, да. Явозман. Шиевакеш. Ле Мудо. Ле Мудо, да. Ле Ло Немца. Ну, да, нам перечисляет, он представляет то, что мы уже как бы про это знаем. Да. Явозман. Шиевакеш. Придет времечко, и он попросит. Да, попросит. Но вот Ле Мудо, это как-то, это, видимо, такое выражение из Палмуда, потому что по-простому потребует своего учения. Здесь речь идет про учения. Нет, как имеется в виду привычка Ле Мудо к тому, к чему он привык. Он привык к хорошей жизни. А его не будет. Ну да, деньги кончились, поэтому делать нечего, надо идти на большую дорогу и как бы все, убивать и грабить. Дальше. Дальше. Вот, запропустили. Ну, это такое слово ВЕЛАСТАН. ЛИСТИМ, это сейчас такое не употребляется. ЛИСТИМ, это то же самое, что ШОДЭДИМ. Но только, наверное, какой-то другой смысл был. То есть, разбойник. Разбойник на дороге называется ЛИСТИМ. Это вуртуумбическое выражение можно не запоминать. ВЕЛАСТАН это БРИОТ. Ну да, БРИОТ. Вот это мем софит относится к БРИОТ. БРИОТ, так называют. БРИОТ, дословно, это создание, только без АЛЛФа. Да? В смысле творение, но не творение, а в смысле людей. То есть, будет грабить на большую дорогу. Окей? Идея понятна? Так что же его не прикончить сразу? Ну, в этом-то и дело. Ну, хорошо, давай дальше. А его не приканчивали никто. Ну да, у Цишмайлзан другая история. Окей. ЛЕХОЛЬ АДАМ. А вот дальше мы разбираем интересный принцип действительно БАШЕР ГУШАМ. ЛЕХОЛЬ АДАМ ЕШЬ БАШЕР ГУШАМ. Да. Для каждого человека есть вот этот вот момент, где он есть. Да, у каждого человека есть этот вот скриншот, когда можно, когда, когда его можно взять, подвесить и сказать. А где ты там? А он говорит, а я вот сейчас здесь. звонит, это, да, сейчас, полсекунды. Да, я тебя слушаю. Да. Не знаю. записано на наше, я только не знаю, там только записано на наше, только я не знаю точно на твое мое или просто на мое. Скорее всего, на нас двоих. Я могу прислать документы, они все есть. Все, пока. Важный разговор, на кого записано. Ну хорошо, сейчас, а где это самое, где у меня, почему я не вылезаю, эта штука, черта. А сейчас, 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 Да, все, дальше считаем, слегка. Ань, ты да? Вы, вы меня, да? Считаешь? Этиф, Алганасах. Не, Ленасеях, слегка. Ты понимаешь, всегда будет, когда хет в конце, вот эта вот огласовка перед ним, она подходит под него. Ленасеях. Это Маскина, Ахинухит, Алла, Надиврей, вот кого-то там, не знаю, кого, это какая-то аббревиатура, не знаю, что за аббревиатура. Ну, да, окей, Ну, что такое Этиф, Алганасах, это Маскана, Ахинухит? Хорошо, Видимо, Сформулана, Алганасах несколько подал слова, что-то типа формулирует. Алганасах, это вообще в современном, фирме формулируете, здесь тоже подход. Да, хорошо сформулировал. Хорошо сформулировал, да, Маскана это резюме, правильно? Выводы, резюме, вывод, вывод, Ахинухит. Ну, как бы воспитательный. Воспитательные выводы Аула. Ауле – это всегда, который исходит из. А Арам – это просто сокращение Раф-Илиал-Мизраль. А, из слов вот этого самого товарища. Да, Раф-Илиал-Мизраль. То есть вот хорошо это вывело оттуда. Это заключение, кто? Ага. Так, это кто-то там, какой-то там тоже ученый человек. Раф-Хайм-Вольт-Вахта. Вольт-Вехт, я думаю. Вольт-Вехт – Зацаль. Но Зацаль, вы знаете, да? Это тоже обременно. В благословенной памяти этот вот Раф-Хайм. Сихронот Садих Лев-Раха. Да. Который был что? Рожь-Ешева. Керембы что-то такое. Керембы явно это известное место. В нем была известна Ешива. Какой-то Ешивы. Да-да, из которой вышли потом вообще основатели людей безносианинского движения. Керембы явно. Керембы явно. Кстати говоря, я прошу прощения свою неграмотность, но мне кажется, что в Талмуде тоже это, то есть сейчас назвали Керембы явно, а может быть, это то же самое место. Оно вообще говоря упоминается в Талмуде. То есть это известное. Виноградник, виноградник явно. Ну да, до Салмуде, до Градник, место, которое называется Явно. Эханон Бензакай, это принес... Да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. С учениками они были в Явне и основали там Ешиву. Да-да-да, вот это оно и есть. То есть это Ешива, которая, ну сейчас, естественно, говорится не про времена Бензакая, а про наше время. Окей? Он там самым... Бедраша, Шегая, Ноэк, Лошет, Лошет, Лошет. Не-не-не, ну подожди, Лосет, Лосет. А, Лосет, господи. В этой самой, ну, Бедраша проповедь лекции, которая была, была как бы, Ноэк, как это сказать, Ланоэк, Лосет, ну произнесена там. Ну не совсем, смотри, это вот та же самая формулировка. Ноэк, Ноэк, это настоящее время. То есть он обычно так делал, да, или у него была привычка. А вот слово, а прошедшее время отлиет, ая, да, превращает это в прошедшее время. Просто немножко другой оттенок, типа continuous, как это по-английски. То есть он привык это делать. Это что означает? Средняя такая, что каждый раз перед Росшана, он обычно повторял это. А, малыш, так вот. Бэшавалик рад, ямим, анараим. Это вот 10 дней, между Росшана и юмором. Да, 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 дни трифтами называются. Обычно он читал вот это вот. А так он говорил, да. Бэхэн, ага, ямар. И он так, и вот он говорит, что он говорит. Так, ну давайте Яков почитай, что-то я почитаю. Прочитай, да, прочитай, да, прочитай вот этот вот кусок, а дальше Яш. Так, я читаю? Читай, да. Ашэла, аумэдет, лифней, коль адам, ина, ина, или ине. Ина, она есть, в смысле. Вопрос, который стоит перед каждым человеком, вот, вот, или как. Ну, можно сказать, заключается в том, вот так длинно сказать по-русски. Вот, вот она. Айхин, Айхин, Айхин. Айхин, я все забываю, что это так. Ну, смотри, Айхин, это где он? Айхин, где он? Не пишу. Так, Айхин, так, это что у нас за... Это выражение? Где его этот скричок? Кавычки, господи, А, Б, Ашэр, Гушам. Чего? Где вот место его вот это, где он? Да, у каждого человека есть, у каждого человека, где он находится, и поэтому он спрашивает, важно, у человека спрашивают, где твой Башэр-Ушам? Вот я подхожу к Яше и говорю, Яша, где вот сейчас? Вот сейчас мы перед Ямим, но еще не Ямим, но скоро у нас будет Рошана. Между Рошана, я после Рошана подхожу к Яше и говорю, Яш, скажи мне, а где твой Башэр-Ушам? Вот это как раз тот самый вопрос. Он тебя спрашивает, старик, что с тобой? Где ты? Понимаешь, он тебя спрашивает, где ты? Дай отчет, где ты? Ты как Халила Бенсурэру Морэ, ты как этот самый Ишмайен, где ты? Это такое устойчивое выражение. Ну хорошо, давай дальше. Ань, а им? Гаил, гу к Бенсурэру Морэ. Там ли он, где этот самый сын Буйный? Похож ли он на Бенсурэру Морэ? А, его злодеяние его? Да, его злодейство. Злодейство его? Вот это условное сочетание, когда есть глагол, да, вот лицмог, цомэхед, да, а перед ним слово олехед, это английская континиус. То есть, это идет и увеличивается, то есть, идет и расцветает, это условно. Но реально его зло увеличивается. Расцветает пышным цветом по-русски, ну вот так можно сказать. А, глаголэхед, в общем, усиливается, вот это вот усиливается. Да, да, да. Усиливается. Сейчас напишу себе. Это такое устойчивое урожение, я думаю, это я в телефоне, я написал, откуда это. Не знаю, это из этой головы, вот не царинный. Да, 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 это прямо из этой головы, когда... Довольно, что будет какой-то там мужчина или женщина, который будет сбивать остальных, там, это полынь, да, 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 да. Горький корень, Шорош, это горький корень, полынь, там, что-то там. Ну, да, 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 да. Какая-то, в общем, сорная трава, короче, какая-то там. Да, это синоним плохого человека. Ну, соотносится. Так, алейха, квар, аета, ата, ата, бемло, а хомра. Сто процентов. Так, значит... Если ты видишь, что в нем злодейство растет, то есть у тебя перед... Ты сделаешь скрин, да, ты сняла его Мацап, а дальше ты анализируешь. Ага, тут есть растие злодейство. Ага, у него внутри, ты видишь, потенциал растет. Ага, выводы, что ты должна делать. Вот что ты должна делать. Азьеш, и относится ли он... И тогда следует соотнестись. Соотнестись, алейха, ее... Элея, Элея это кто? Это вот пхенат, вот это пхенат какая-то... Нет, рато, я думаю, рато. Надо к этому злодейству соотнестись. У злодейства это мужского рода, а пхенату там пхенату... Подожди, не, 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 не мужского. Если было бы мужского, не было бы тафа. Ра-а на конце гей. Если вот отнестись к ней... Да, ну хорошо, допустим. К ней, отнестись к ней уже, как это, к варата, со всей строгостью, вот так. Правильно, и надо к ней, к ней уже сейчас. Сейчас? Ата-это Ахшав, правильно? По мраху мра-это строгость, со всей строгостью. А мло-это по всей строгости закона. Хотя она еще в зачатке, но, поскольку ты видишь прогресс, ты понимаешь, куда это идешь. Понимаешь? Тогда, тогда это бэс-соро-э, потому что ты видишь в траектории падения. А с другой стороны, другая ситуация. Гоша, Гук, Эшмаэль. Или он как Эшмаэль. А Мушлах, я думаю. Мушлах, Мушлах. Который был изгнан или после... Который изгнан в пустыню, за Акаляшен. Зоэк, Зоэк, есть Цоэк, есть... Ну, закричал. Ну, ты понимаешь, есть Цоэк, есть Зоэк. Цоэк, это просто кричать. А Зоэк, это сильнее, это вопить. Ну, очень сильно кричал, завопил. Ну, вазапил. Вазапил. Ляшем. Мекерот лево. Мекерот лево, это, словно, по-русски, из стенок своего сердца. Из глубин своего сердца, что-то так. Прям вот вазапил. Вазгам. Так, им. Ихшаль. И кашель, и кашель. Это все нормальные... Да, не фальш. Даже если он споткнется в будущем... Ну, в данном случае, да. Но только здесь, ну, просто спаснет. Ну, в смысле, споткнется, в смысле... Оступится. Оступится, либо будет грешить в этом смысле. Хорошо. Я поняла, что перенос. Не буквально он споткнется? Ну, да, да, да. Даним Ото. Лефи. Мацаву. Кого Маша. Судим мы его... К нему судим его в соответствии с тем, где он находится сейчас. Сейчас. Ну, то есть про Ишмаэля ведь сказано, что его потомки будут гнобить Израиль, или умертверять Израиль, жаждой. Но мы к этому пока не относимся. Правильно? Почему не очень понятно? Мы к этому не относимся, а говорим, что мы его судим только по отношению... Там не виноват, кем будут его потомки? Не он же сам-то, а его потомки. А потомки-то он... Правильно, Мала. Ну, хорошо, Маска. Я не против. Окей. Яш, можешь читать дальше? Везегу, Везегу, Атам, Амок, Лекрия, Атора, Берош, Ашана, Би, Парашат, Ишмагель. Окей, да. И вот смысл... Правильно, там это... Глубокий смысл чтения Туры в Новый год Парашат Ишмагель. Да. В Рошана всегда было непонятно, почему читают эту странную историю. Мне никогда не было понятно. Вот здесь весь это объяснение. Леколот, Леколь. 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 Баи. Баи-Улам. Это из Твилот Рошана. Баи-Улам – это приходящий мир. Ну, типа живущий. И нитэн... Нитан. Нитан. Лихтуах даф. Хадаш. Да. Бе-Ашер... Это опять Ба-Ашер-Ушан. И какой тут важный урок всем? Открыть всем живущим, правильно? Всем живущим. Что открыть? Что дал открыть лист, новый лист. Нитан – это возможно. Правильно? Дадено. Дословно – дадено. Да. Дадено. Дана возможность открыть вот эту новую страницу. Жизнь. Да. Там, где он... Откуда он сейчас? То есть, грубо говоря, нету тенденции. Зачеркнусь, прошлое и сказали с новой страницей. Человек, говорится, вот Ишмаэль. Ты видишь, его судили за... Да, он был садик. Это означает, что у человека не судят Альшем Софо. И поэтому в преддверии Рошара ему говорится, смотри, если ты сейчас заложишься на то, что ты будешь себя вести хорошо и будешь это исполнять, то и приговор тебе тоже будет хороший. Ну, вот такая идея. Ну, хорошо, я же прочитаю еще вот этот абзац. Конечно, конечно. Магдулим. Да. А дворим зима яфим гам ледорно. Нет, дорено. Ледорено. Да. Что увеличиваем? Ну, подожди. Эгдулим – это просто прилагательное. То есть, дословно, насколько большие эти слова или просто насколько прекрасны эти слова. Можете как угодно перенести. То есть, это такая, ну, как это, превосходная степень. Магдулим адварин. Насколько великие эти слова. Ну, дословный перевод. Великие эти слова. Маяфим гам ледорно. И яфим. Ну, насколько они прекрасны, хороши для... Нашему поколению. Для нашего поколения. В единственном роде. Правильно? В дорено. В нашем поколении. Да. Алено льмот леабит. Леабит – очень важное слово, да. Беэйн. Айн. Беэйн това. Правильно. Алкогл адам. О, очень важная, очень важная, назидательная, как бы, ремарка. Алено льмот леабит бе айни това альколь адам. Что это такое? Нам. Ну, и когда говорится «алейну», это всегда, как бы, по-русски, на нас. На нас. Да, а перевод все-таки такой «нам следует». Нам следует. Да. Нам следует. Учить. Нам следует научиться, я думаю. Научиться взгляду. Хорошего глаза, положительного. Да. Правильно, совершенно. Да. Нам следует научиться смотреть, в смысле оценивать каждого человека. Положительного. Да, 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 да. У. Веколэн. У Бихлаль. А, Бихлаль. И вообще. Зе аф аляцмейну. У Бихлаль зе аф аляцмейну. И в частности, хотя здесь клалят наоборот в общем, но здесь, по-моему, это больше в частности. И в частности, аф аляцмейну. И в частности, а на нас. На самих. То есть на других, на себя самого. То есть позитив, да? Смотреть, что Башер, Башер, Ушам. Впереди, может быть, все хорошо. Ва, вело, лейт-хакхем. Да, лейт-хакхем, а слово хохмай. То, что про фараона сказано, что он умудрился, да? А не, как бы, придумывать, ну, вот, в смысле, хитряться, да? Не умничать. Правильно, не умничать. Совершенно. Сто процентов. Веломар, гам. Говоря. Говоря. Гам, им, ата. Ата. Ата с Аллафом – это ты. Ата с Айном – это сейчас. Вот так. Да. Адварим. Кшеуро. Кшеура. Ну, понимаешь, это интересно. Тут вообще, действительно, это как было шебат. Который могу прочесть, что она дочка, или сказать шебат в одно слово. Вот здесь тоже, кшеура – это может быть от слова как кошерный, правильно? Но здесь такого не может быть, потому что говорим с того рода. Нет, не скажем, что имена не… А, кшеура – это такое выражение. Кшеура – это означает как линейка дословно. Кшеура – это означает правильное. Ну, прямые, правильные. Ну, прямые, да. То есть мы… Хорошие, правильные. Так можно ухитриться, рисуночить и сказать. Даже если, ну, как бы, дворим, дела, дела сейчас нормальные, позитив, да? Да, но потом он говорит, не, ну, это все ерунда, потому что сейчас хороший человек. Он такой паенька, а ты смотри, что из него выйдет. Понимаешь? Окей. Арей. Миностан тоже хорошее выражение, это все виноваты, да. Окей. Арей. Дуриком. Арей – это ведь. Ведь. Даже если сейчас все нормально, ведь. Ведь в будущем испоганит все дуриком. Да. Иткалкелу. Испортит. Испортится. Миностан, ну, как бы, что это само по себе. Дуриком. Дуриком. Ну, дуриком, да. То есть, ну, а что ты на него смотришь, что он такой наимняк? Ну, понятно, что все, что тут думать-то. Ну, понятно, что все только хуже будет. Окей? Хорошо? Поняли? Ань, можешь читать отсюда умиидахгиса. Мидагиса – это тоже выражение из Талмуда, с другой стороны. Мицадах. Мидагиса. Мидагиса. Мидагиса, ну, хорошо, с другой стороны, сейчас напишу. Так помрешь и не узнаешь. Так вот. Вообще или там совсем. Не-не-не-не-не-не-не. Лаоцом – это просто глагол. Закрывать глаза. А, лаоцом – это закрывать глаза. От взгляда на… От видения дефектов. Ну, то есть, значит, этого был позитив. Смотришь и говоришь, старик, у тебя все отлично, хорошо, ты такой цадик, и дальше будет все замечательно. Но, говорит, мидагиса, с другой стороны, все-таки надо смотреть объективно. То есть, если у него там брачок-то есть, то ты не закрывай на это глаза. Так, вы, лао? Лу. Вот это очень важно. То есть, опять, это только по смыслу. Действительно, это может быть ло ему. Но в данном случае понятно, поскольку это идет все от обратного, да? То есть, не позитив А. То это не ло, а лу. Лу – это эль. Это тоже один из способов отрицать все, что было до него. Вы лук-то и даже, и даже если они маленькие. Маленькие. Ну, дальше он перечисляет то, что 15 лет назад было самим калимы, слабые наркотики. Схивот я не очень знаю, что это такое. Это было распространено. Это что-то такое выдавливает. Не знаю. Может быть, тоже что-то наркотиками связано. Гасут. Гасут-рох – это известно. Гасут-рох – это просто грубость. БМА-гаса – это грубое животное, в смысле, которое отрыгивает жвачку коровы. Гас-рох – это человек грубый. Это вот гасут-рох. Сейчас еще что. Срикат-аваним. Бросание камней. Какие-то камни куда-то бросать. А, да, срикат-аваним. Камни метают. Наркотики бросают, да, камешки бросают. Ничего себе камень. Очень связано с наркотиками, но неважно. Камешки бросают. Это же… Окей. Не знаю. Так. А… 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 Ну, хорошо, прочитай, потом перейдем. Ли-Ф-А-Тэх… 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 Алулим, алулим, это всегда может быть, только всегда с отрицательным знаком. Не может быть. Понимаешь, по-русски это который способен. Способен сам по себе слово ненисер. Открыться. Нет, на ипотеях это всегда развиваться. Это прогресс. Вемицулим. Веми плацот. Плацот. Чудовище, которое угрожает. Ваем это угрожает. Угрожает в будущем. Которые будут угрожать в будущем. То есть вот эти мелкие вещи. Самим ктая, самим калим. Зреката ванима. Алулим лейт патехвы, мифлацот, мэймот бэет. Ид дальше. Так, вэалэйну лейт модэт. Да. Им агэм квар... Эта. Кварата. Кварата. Бэет. Ид. Это значит тоже по-русски так онят. Бэет гид гаватан. Говэ, говэ. Это настоящее. Во время их зарождения, их происхождения. Их происшествия дословно. Понимаешь? И мы должны как это лейт модэт это измерять что-то. Нет, лейт модэт это челлендж. Как это по-русски мы должны с ними соотнестись. Понимаешь? С ними даже сейчас. Да. Когда они еще только зарождаются, начинают, происходит и все. То есть убивать зародышек. Да? Ну хорошо. Прочитаешь вот это вот до конца. Вот эту фразу. И хотя этот самый сын буйный никогда не был и не будет. Повторение этой фразы, да. Хорошо. Оваль Порошат. Бен Суреру Море. Ины. Ина. Она есть. Ина. Ина. Пороша. А. Много ад. Много ад. Правильно. Касающаяся, однако, эта Пороша, она касается каждого человека. Имеет отношение, да, касается. Правильно. Имеет отношение к каждому человеку. Беа Шер Хушам. А теперь вы видите, что он сделал. Он соединил два выражения. Бен Суреру Море и Беа Шер Хушам. Теперь у нас просто в одной фразе есть. Теперь мы понимаем, зачем все это надо. Ну, Васян, значит, по модели, которую построил Ханан Парад. В. Как это сказать? Айудея. Айуда. Вы коль Айудея, и каждый знающий. Знающий. Или могущий, способный. Вы Афним. Вы Афним. Вот так. Вы Лаяшер. Молодец, Лаяшер. Лаяшер, Леурав. Это Орахотав. Ну, да. Алав. 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 Дрож. В.К. Бель. Сахар. Да, да. Ну, поскольку резюме должно нести какой-то высокий этот самый. Каждый, знаете, внутри, как это Ла Афним. Нет. В.К. Как это, я что-то выпрямляю. Не, выправить свои пути дословно. А. Свои привычки. Леура. Орахотав. Орахот. Ну, смотри. Орхотав называется Ораххаим. Орах. Вообще Орах – это путь. Путь какой-то, путь, да. Пути свои. Да, но Орахаим – это привычки, это пути. Привычки. Справить свои привычки. Да. В.А. Алав. Неймар. И как это сказано? Про него сказано. Про него сказано. Изучай и получай награду. Ну, да. Я думаю, что здесь мысли «учи и получай награду». То есть, как бы, общий смысл, общий смысл, не иврит, а общий смысл, он такой, что Бен Сурера Муре никогда не было. У нас есть два положения. Беа Шер Ушам и Бен Сурера Муре. Беа Шер Ушам – это скриншот, это съемка состояния. А Бен Сурера Муре – это тенденция прогресса. Дальше. Человек делает Беа Шер Ушам, он делает съемку своего состояния про себя и про других. Но при этом он не останавливается, а он пытается уследить тенденцию, как это может развиться. И тогда, если он будет исправлять эти тенденции, если они идут куда-то не в ту сторону, тогда про него сказано «дрожь, покобыль, сахат». Ну, вот все. Окей? Народ? Да. Да. Ну, хорошо. Ну, по-моему, такая интересная статья. Очень классно, да. Да, по-моему, очень классно. Кстати, у нас осталось чуть-чуть времени на ваш выбор. Хотите, начнем чуть-чуть следующую главу? Или сколько? А? Я же. Какие время? А какое? 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 Ага. Это как бы под условием. Сейчас погодит, секунду. Тогда… А, сейчас я думаю, я здесь открою. Тогда… Подожди, а мы до какого времени-то можем сидеть? Смотри, мы теоретически можем до восьми. Но, честно говоря, сила у меня кончается. Ну, давайте минут пятнадцать почитаем, начнем хотя бы. Мы все равно ее не кончим. Вот, Китаво, сейчас я ее раскрою. Вот видите, написано «Шетит Хадеш». У вас видно? Шетит Хадеш. Да. А, ну, давайте начнем хотя бы. Тем более, что тут, как бы, по-моему, более симпатичная, а не этот самый сын, которого там Айшен Суфова, в общем, четвертует на месте. Ну, хорошо, Яр, давай, читай. «Шетит Хадеш». «Шетит Хадеш», Салин, ну, это опять… «Шоб ты обновил» это самое. Да, это вообще… С обновлением, да. Обновлился, обновлился. Обновкой, да. Ну, да, это как по-русски звучит совершенно вообще… Но «Тит Хадеш», да. Я думаю, это… Почему? Это стоит в женском роде, правильно? То есть, либо это говорится к человеку, либо к женскому роду. Это вот этот ТАС говорит. Либо, я думаю, что в конце это будет шана, или чтобы ты. Может быть, и так, и так. Окей? Ну, хорошо. Читаем. «Бепетах» – «Порошатки того, че ба сэфер дворим» Замечательно. «Нифрошит». «Нифресит». Ну, в смысле, перед нами расстилается. «Бабни». Собак, да. «Бефанейну». Ну, это просто. Перед нами. «Бефанейну». «Балашон». «Митроненет». «Балашон Митроненет». «Митроненет». «Митсват Абаат». «Абаат». «Абаат Абекурим». Абекурим. Ну, давай переведем. «Бепетах Порошатки того, че ба сэфер…» «Бабки главы Китого». Да. «Которая в книге дворим». Правильно. «Нифресит Бефанейну». Ну, тут расстилается перед нами или представляется нам. На языке «Бена». «Балашон Митроненет». «Митроненет» – красивое слово. Радостным языком. Да, да, да. Отсюда слово «Рина». И женское имя «Рина». Правильно? Вот. «Рина» – это «Балашон Митроненет». Значит, таким высоким, радостным голосом. Приходнитым, радостным. Да, да, наверное, может быть. Каким-то одним словом лучше перевести. «Митсва». Да. «Заповедь какая?» «Заповедь Бекурим». «Заповедь приношения Бекурим». Ну, «Бервинки». «Бервинок». Да, да, да. Дальше. «Берло». Ну, это тоже служебное слово. «Бегди». «Бегди». Ну, это так говорят. «Бегди» – это «стан». Можно было написать «вело стан». Но «Бегди» – это логическое. И не просто. «Бегди». 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 «Ор Ахаим» – это комментарий, который называется «Ор Ахаим». То есть по имени человека. Да. «Бегди». «Бегди» – это… Он называется «Ор Ахаим Акадош». И не просто так, или не случайно подчеркивает «Ор Ахаим Акадош». Что он подчеркивает? «Бегди». 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 ПОТЕАХ ЭТ А ПАРАША В отрывке ВЫЛО БЕГДИМИ ЦАЕН УРАХАИМ АКАДОШ БЫ ПЕРУШОЛ И ТОРА И НЕ ПРОСТО ТАК ПОДЧЕРКИВЕТ УРАХАИМ АКАДОШ В СВОЕМ ОБЯСНЕНИЕ К ТОРЕ Что он подчеркивает Вот эту весть Весть, которая заключается В стихе Открывающий ПАРАШУТ Это знаменитая фраза ВЫАЯКИ ТАВО ИЛААРАС ЭЛААРАС ЭЛА 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 всегда отрицает Однако НЕ ЭЛАШОН СИМХА Давай переведем Давай, что нужно запутаться перевести ВЫАЯКИ ТАВО ИЛААРАС И будет, когда придешь в землю ЭЛААРАС ЭЛААРАС Всегда ЭТВАФОБОРАЧИВАЮЩИХ Можно было писать ВЫЯВО ИЛААРАС Написано ВЫТАВО ИЛААРАС И тогда он его перевернул Сказано Когда ты придешь в землю Или просто ТАВО ИЛААРАС Зачем ты тут ВЫАЯКИ? И будет, когда Зачем сказано И будет, когда придешь Это требует объяснения И он это объясняет как? Эйна Я Эйн ВЫАЯ И он говорит Нет только такого ВЫАЯ ЭЛА То есть нет такого А именно так То есть вообще Вместо всего этого Можно сказать так ВЫАЯ Это всегда Выражение радости Ну просто здесь Это так По-русски Это можно сказать В одно слово А здесь написано Эйн ВЫАЯ ЭЛА Вот это вот ЭЛА Отрицает этот Эйн Ну может не запоминать Потому что это просто Такая формулировка Эйн ВЫАЯ ЭЛА Нет такого ВЫАЯ А только как Ну по-русски Это просто Эйн ВЫАЯ Это всегда Кроме 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 Вот так Кроме Да Кроме Ничего другого Кроме как Вот так Кроме Бога одного Да ЛИСМОХ Не-не Где ты пишешь ЛИСМОХ Симха ЛИСМОХ ЛИСМОХ Ниже А, да Окей А, да ЛАИР 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 В смысле В современном Это прокомментировать Это не от слова ОР Могло бы быть Осветить А ЛАИР Это слово ЭАРА ЭАРА Это примечание А именно Ну объяснить Прокомментировать Да ШЕЭН ШЕЭН ЛИСМОХ ЭЛА В СИВАТ В СИВАТ В СИВАТ В СИВАТ АРАЦ КЕДАВАР ОМРО ОМРО Ну сейчас Переведем АЗ АЗ ЕМАЛЕ 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 ШЕХОК СХОК ПИНО СХОК ПИНО Ну хорошо Вы наверное Шестые люди Вы мало едите хлеб Вы мало читаете БЕРХАТ АМАЗОН Но все Кто много едят хлеб В том числе я Они читают БЕРХАТ АМАЗОН И там есть Это знаменитое Мизмор ВЫДАВИД В начале Где написано АЗ ЕМАЛЕ СХОК ПИНО ЛАС ШОНОЕ НОРИНО И так дальше Правильно Это взято оттуда Ну хорошо Давай переведем Так вот Нам объяснили Что ВЫАЯ Это всегда ЛАШОН СИМХА Теперь дальше ЛАИР Это важное слово Это хорошо ЛАИР ЛАИР Человек сегодня Сейчас секунду Ты человеку Например Ты человеку Что-то объясняешь Янгар тебе сейчас Объясняю А ты не хочешь Я тебя вставлял Я тебе начинаю говорить Так Яш Пожалуйста Ты вообще не гуляй С собакой по вечерам А ты вообще по утрам А ты взял с собой Мешочек Чтобы убирать За ней Ее какашки Там и так дальше А тебя это раздражает И ты говоришь Аль Таир Это вот Таир с Айном Разначает Ты мне не вставляй То есть Грубо говоря Ты мне примечания Не делай Аль Таир Это человек Раздраженно говорит Да Он не раздражен Он говорит Это нам как бы Подчеркивает Или комментирует Или как бы Дополнительно объясняет Что Ханан Парат Он же религиозный сионист Поэтому он говорит А очень хорошо Симха По отношению К земле Она объясняет Эн ли смох Эла бы и шиват Арыс Почему Опять Вот это вот Эла Эла Это отрицает Вот это вот Эйн Даже наоборот Не отрицает Это подчеркивает И как было здесь Он просто повторяет Такой же стиль Как был здесь Это переводится По-русски Как там Мы говорили Что Настоящая радость Только При Заселении Страны Израиля Вот дословный Эн ли смох Да Эн ли смох Дословный перевод Такой Нету Нельзя Нет Веселиться Без Проживания В земле Вот дословный Русский перевод Окей А дальше Как сказано Да правильно Как сказано Дословно Как сказал он И написано Да Как сказал он Элим 126 Правильно Как сказал Это сказал Царь Давид Как он сказал Кедва Ром Азэмалэсхокпинум И тогда Наполнится Наши Уста Смехом Правильно Радостью Правильно Когда мы возвращаемся В землю Тогда он понятен Окей Салавлы гамры Аня Ты можешь прочитать Вэахэн Сейчас Погоди-ка Так Вэахэн Бхитума 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 лахтом При Припечатывании При Ахитума При Припечатывании Шэля Пороша Ну или в конце Просто Пороша При заканчивании Да И поэтому При окончании Пороши Лахэр Абаат Абикурим Лаха Лахар Абаат Абикурим После или После или По окончании Принесения Вот этих вот Первенок Муцим Ану Бэпируш Эт Битуй Так Муцим Ана Находим Мы находим Или что-то так Типа того Находим мы Бэпируш Как это В объяснении Я думаю Что здесь Бэпируш Это совершенно Очевидно Когда человек Говорится Аня Марти Лоя Дзэ Бэпируш То есть Я это ему Растолковал Я сказал Этому Ясно Значит Человек Когда говорит Послушай Мы находим Поражение Перушим Ну да Перуш В смысле Ты человеку Продаешь Полкователи Комментарии Объяснения Перуш Это же комментарии Полкователи Книжники Ну подожди Здесь Бэпируш В объяснении В объяснении Выражения Подожди Ну не в объяснении Бэпируш Мне кажется Мне кажется Здесь я тебе Совершенно ясно Четко очевидно Ты продаешь Человеку машину Да Ну вот Продал Все Он тебе приходит И говорит Слушай Тормоза Не работают А ты ему говоришь А Марти Лоха Бэпируш Я же тебе сказал До этого Простым русским языком Нас дали Тормоза не работают Ты не слушал А он тебе говорит Нет Ты этого не говорил А Марти Бэпируш Да Я тебе сказал Я тебе сказал Сказал это тебе Сто процента Сказал тебе Ясно Очевидно А ты говоришь Фарисей Перушим Ну это все связано С Перушим Потому что Шунач сказал ясно Фарисей Нижник Про Мазарич Ну хорошо Бэпируш Это битуй Какой Выражение Асимха Ахаклай Ахаклай Хасов Это Его Радость Радость Земледельца Собирание Урожая Урожая И возрадуешься Всякому Благу Который Дал тебе Всевышний Бог твой Дворим Каф Это обязательно Семха И он говорит Да Это видно Из чего Пришел Вырастил Собрал Покушал И возрадовался Да Но это Он говорит Это видно Из конца Да Почему Потому что в конце Видно Что он действительно Бэфируш Сказано В Исамах Это вот Слово Самэх То что мы Про него говорили Мы видим Что оно Это видно Бэфируш Почему Потому что в конце В конце Об этом Говорится Очевидно Окей Ну хорошо Давайте Вот это вот Дочитаем До Просто Здесь просто Как бы Вот эта вот Декларация А смысл Декларации С Божьей помощью В следующий раз Окей Хорошо Яш Можешь прочитать Вот это вот До декларации Ах Еш Ласим Лев Ше Эйн Ха Тора Да Мистер Пекет Сто процентов Ба Эцем Да Бат Ават Бикурим Да Бетох Ше Маха Не не Симха Что такое Ах Мы говорили Ах Ах Это оваль Ах Это оваль Но Однако Однако Есть Надо обратить внимание Надо обратить внимание Да Правильно Вот тут Напишем Ласим Лев Напомню Но Ласим Лев Это стопроцентный И в современном Иврите Это просто Симу Лев Называется Обратите внимание На следующем Перевьезке Поворачивайте Направо Это вам будет Говорить Бекурим Метох Симха Да Обратите внимание Не удовлетворяется Только Принесением Веселья Веселья Кроме веселья Есть еще что-то Грубо говоря Да Эла Эла То есть вот это вот Эла Отрицает Симху То есть не только Симха А еще что Эла Товат Да Вы учили Вот в предыдущей Статье Слово Товат Что такое Товат Ну хорошо Тогда я вам Задаю вопрос Что такое Товэ Аклали Нет Генеральный прокурор Ну и что Не было Нам пока рано Еще По мелочи Я понимаю Да Но это Товэ То есть Товат Требует Требует Товат Товат Требует От кого Ми От приносителя От приносителя От приносящего Да А приносящего Вот эти первинки Да Лифрош Лифрош Полковать Нет Я думаю Здесь Лифроз Лифроз Это как говорится Про В песне Лифроз Кнофаем Бэлауф То есть Раскрыть Крылью И лететь Лифроз Это По-русски Это изложить Но здесь Лифроз Это раскрыть В смысле Ну хорошо Раскрыть Изложить Раскрыть Скатерть Берут Что со скатертью Делают Когда кладут Раскладывают Раскрывают Да Что делают Раскладывают Раскрывают Чего с ним Да правильно А вот скажи мне Вот это слово Лифроз Никакое русское слово Тебе не напоминает Матрас Ну матрас Нет Матрас Не русское слово Подожди Паруса 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 Это не русское слово Это греческое слово Вот это вот Лифроз Запомните Это паруса Ясно Окей Так вот Лифроз Кого Река Что у нас такое Река На фоне Фон Нет Только Лифроз Кого Река То есть Изложить Реку Изложить Изложить Фон Чего Опять Приношение Пергина Ну пускай Яков читает Не читали В рамках Но читать будем Нет Ахраза Ахраза Ну сейчас Подождите Криза Да Вот есть русское слово Такое Криза Правильно Но здесь Криза Это другое Хотя похоже Марехет Криза Я что-то не слышал Нет Да Марехет Система Система Оповещений Да Вот это сирена Так вот Ахраза Это объявление Это человек Как сиреной Объявляет Ахраза Ахраза Декларация Независимости Это называется Ахраза Ахраза Это провозглашение В рамках Провозглашения Да Историческое Ахраза Она историческая Акруя 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 В данном случае Ликрой В смысле Которая называется Названная Бифи Бифихахамин Ну это Вустахахамин Названная Мудрецами Как она называется Микре Микрабикурин Ну вот я думаю Как перевести Я перевел Как декларацию Этих То есть человек Приходит И он не просто Веселится Правильно То есть безудержно Пляшет с корзинки А он еще делает Некоторое действие Какое Она требует Тора требует От неба Вот написано Лифрос Это Река Человек Приносящий Эти Бикурин Он должен Лифрос Это Река Он должен Раскрыть Исторический Фон Да Какой Исторический Фон Приношения Первенок Бемезгерет В рамке Вот этой Ахраза Историт В рамках Вот этой Исторического Провозглашения Которое Историческое Провозглашение Оно В лексике Мудрецов Называется Декларация Первенок Ну вот так вот Ясно Но Идея понятна Очень хорошо Я прошу прощения Я должен выйти Ну хорошо Все Давайте на этом Остановимся Дальше Просто идет Вот это вот Все Вся вот эта Декларация Да А Продолжение этой статьи Разбирается Очень интересные Места Которые связаны С Экзистенциональным Подходом Вообще к Торе Почему человек Говорит Я сейчас пришел А он может уже 10 лет поколения Живет в стране И прочие вещи То есть декларация Она непростая Для понимания Окей Хорошо Мы на этом останавливаемся Спасибо Вы все замечательно Прозанимались Те кто не были с нами И будут в записи Пожалуйста Посмотрите Все это в записи Мы очень здорово Продвинулись С Божьей помощью Закончим В следующий раз Окей Всем счастливо Пока 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 Спасибо